Здравствуйте! Меня зовут Евгения Тарасова, заместитель исполнительного директора по развитию. Представляю интерес компании «Эксформа» – завод промышленного газового и нефтегазового оборудования. Мы занимаемся на протяжении уже 30 лет выпуском промышленного газового оборудования. В основном наши якорные заказчики – это «Газпром Межрегионгаз», департаменты «Газпром» – это «Трансгаза» департаменты. В данном форуме мы участвуем с самого основания. Как только он первый стартанул, мы сразу стали ежегодными их участниками. Каждый год мы приезжаем и привозим какие-то новинки, решения. Нас очень хорошо знают 85 регионов страны по таким ключевым программам газификации регионов Российской Федерации. Наше оборудование используется непосредственно на всех участках газораспределительных организаций, в «Трансгазах» для магистральных сетей. Основная линейка представлена – это газорегуляторные пункты шкафного, блочного исполнения. Это автоматизированные газораспределительные станции. Основной, скажем так, наша новинка на этот год – мы дополнили наше оборудование в железе. То есть мы производитель полного цикла. Мы дополнили цифровыми решениями. И в этом году мы вышли с двумя продуктами. Цифровой сервис-помощник – это что-то наподобие госуслуг, личного кабинета, где наше оборудование попадает в реестр и хранится вся необходимая информация, электронная информация. Между заказчиком и, соответственно, нами, как поставщиком, возможен обмен. Соответственно, попадая на объект наш газорегуляторный пункт, с помощью QR-меток непосредственно каждый с помощью телефона может перейти в личный кабинет и получить доступ к нашему оборудованию в режиме реального времени. То есть такой переход из бумажных носителей в цифровой носитель. И второй продукт, основной цифровой – это экфогаз-тренажер, это система обучения для учебных центров и проверки знаний. То есть при помощи VR-технологии можно попасть в наше оборудование, которое снято в режиме 360 в реальном времени. Пройти определенную последовательность действий, проверить свои знания, навыки и отточить эти навыки по пуску газа, например, до потребителя, по остановке основной линии редуцирования. В общем, этот продукт совместно и техническое задание было разработано с ведущими дочерними обществами газораспределительных организаций. Он вызвал большой интерес на этой выставке. Мы надеемся на следующий год уже реализовать несколько пилотных проектов и заключить договоры, и, в общем-то, оснащать современными цифровыми технологиями газораспределительные организации. Процент российских комплектующих порядка 90% мы используем. Производство, как я еще раз говорю, полного цикла. То есть у нас начинается, собственно, с заготовительного участка. Мы привозим металлы, трубы и, в общем, проходим полностью весь этап производства. В основном не испытываем, скажем так, потребности в том, чтобы использовать иностранные комплектующие. Мы заместились, наверное, в 2021 году и полностью перешли на комплектацию отечественными комплектующими. Вот как раз почему был создан наш продукт «Экфогаз-тренажер». Потому что есть проблемы с кадровым, подготовкой кадров. Их нехватка в газовой отрасли по настройке, по пуску наладки. Не хватает обычных рабочих рук, слесарей, мастеров. Большая очень сменяемость, конкуренция в регионах особенно. Когда, например, проводятся проекты по строительству дорог и зарплаты выше, соответственно, люди уходят. Новые, кто приходит, их нужно обучать и повышать их знания. Меньше людей остается. Поэтому мы разработали, собственно, такой вот тренажер, который позволяет людей готовить, еще и студентам готовить. Начинать уже с вузов, с каких-то профильных колледжей, уже начинать готовить непосредственно кадры для газовой отрасли. Поэтому наш продукт призван не только и службой эксплуатации, но и на этапе еще подготовки кадров в вузах. Динамика развития нашей компании за последние годы значительно возросла в связи с тем, что набирает обороты темпы по газификации регионов Российской Федерации. По поручению президента Российской Федерации до 95% к 2030 году нужно довести все регионы, везде протянуть газ. Соответственно, мы как якорные поставщики, активные участники данной программы реализуем, участвуем, в общем-то, выпускаем наше оборудование, которое уже проверено временем, качеством. Соответственно, темпы наши растут, но мы смотрим еще и наперед, смотрим в развитии цифровизации. Тоже Александр Борисович непосредственно Миллеров вчера в своем докладе об этом говорили на пленарном заседании, очень много посвящено вопросов цифровизации. Мы не отстаем и помимо основного оборудования, скажем так, в железе, которое мы специализируемся уже более 30 лет, мы развиваем еще и цифровые технологии, сервисные услуги. То есть стараемся быть в тренде и стараемся развиваться.